Всем приветик! Сейчас только прибежала я из пятерочки. Сегодня собралась готовить кетчуп. Саша мне привез помидорки. Уже я не знаю, я уже не знаю, что делать. Привез мне помидорки. Девочки, помидорки мне привез. Ее нужно перерабатывать. Так, девочки, здесь нарезала я уже килограмм, ровно килограмм нарезанных помытых яблок. Здесь полкило лука. Но я его еще не пошинковала. Пошинкую сейчас на полукольца. А здесь вот у меня в кастрюле 3 300. Отмерила ровно 3 300 резаных помидор. Сейчас я все это соединяю и ставлю вариться. Вариться будет где-то около 2 часов. Буду повторять рецепт, как у автора, так и буду делать. Здесь у меня вот эти помидорки, которые я нарезала, я их поставила на огонь. Хочу их проварить и блендером разбить, потом через сито пропустить на томатный сок. Так что варим кетчуп. Все, соединила. Три ингредиента. Помидорка, яблоки и лук. Варим. Часа 2. На медленном огне вот закипает сейчас. Так, девочки, варится у меня уже скоро почти 2 часа. Посмотрите, вот как и меньше в размере стало. Здесь в полной кастрюле же была. Вот такая вот жижица получается. Что мы потом будем делать? 2 часа проварится. Автор пропустил через соковыжималку. У меня есть соковыжималка, но она мягкие предметы не выжимает. Там только такие. Морковка вот такая твердая. Поэтому даже я ее пачкать не буду. Поэтому вот это я все разобью блендером. Блендером вот тем. И потихонечку буду половником через сито все это дело пропускать. Также такая же работа у меня предстоит вот с томатным соком. Тоже уже проварила все до мягкости. Тоже надо блендером разбить. Тоже так же пропустить, прокипятить и залить в бутылки. Которые я вот так вот стерилизую. Я их помыла. И на мини-огне, здесь прям на убавленном, у меня они там прожариваются. А я тем временем готовлю ужин. Немножко припустила лук репчатый с болгарским перчиком на растительном масле. Сверху вложила кольцами помидоры. И уложила треску. Она была в вакууме, раскрыла. И так много было жидкости. Я даже удивилась, посолила. Здесь у меня сливки и две столовые ложки сметаны. Тоже посолила. Перчик здесь. Я сейчас вот это все залью. И в духовку. И в духовочку. И пускай это там у меня готовится. Будет как бы не жариться, а как на пару, что ли, на шубке овощной. Сейчас пока прикрою фольгой. Потом фольгу сниму, чтобы немножко там подрумянилось. Вот пришло, девочки, время уже блендерить. Сейчас я вам покажу вот на одном, на томатном соке, да. Потому что здесь вот у меня не совсем удобно. Вот так же буду. И в этой кастрюле тоже так же сейчас. Будем, наверное, так и раздевать. Это томатный сок у меня, девочки. Здесь томатный сок. Так, этот тазик убираю. Сейчас ставлю кастрюлечку и точно так же. Вот так вот получилось. Сейчас буду пропускать через сито. Сито надо большую купить. У меня вот такое вот. Вот так, девочки, наливаем. И двумя руками мне удобнее это будет делать. Вот так процежем. Протираем. Двумя руками вот так вот все протираем. Время от времени промываем сито. Трудимся. Так, девочки, вот у меня есть такая емкость от тыскомы. Сейчас мы сюда положим приправки всякие. Так, это вот перец горошком. Сейчас душистый перчик немножечко. Так, гвоздички положим немножко. Все как у автора. Только у автора будет пакетик. Ну, не пакетик, а марлечка. А у меня вот специально я покупала, чтобы вот в бульон класть всякие специи и кориандр. Так, закроем. Так, одной рукой не допну, в общем, защелкивается она вот так вот. И при помощи вот этого крючочка на краешек подвесим. И будем уваривать. Получилось ровно 4 литра, как и у автора. У автора ушло на это где-то час-полтора. Наверное, будем так и рассчитывать на это время. Перед тем, как положить, я ее промыла хорошо, вытерла. Так что все, варим еще час-полтора, засекаем время. Время у нас подходит, значит. Ну, я буду варить до 6. Вот до 6 буду варить. Так, минут за 15 до готовки. Как я выключу до конца готовки. Добавим 100 грамм сахара. 100 миллилитров 9-процентного уксуса. Так, соли. Как автор говорит, возьмем по вкусу. Она берет полторы чайной ложки. Попробуем. Так, я тоже положила полторы чайной ложки. Размешаем. Сейчас разойдется все. Попробую. Если покажется мне не соленый, добавлю еще пол чайной ложки. Корицу я не буду ложить. И нет у меня острого перчика. У меня есть свой острый перчик, но он не совсем такой молотый, как там показано. Будем вытаскивать наши перчики. Там уже крышки у меня готовятся. Скоро будем раскладывать по баночкам. Вот сколько баночек получилось у меня. Пять с полулитровых и одна вот такая вот. И вот немножко осталось. Хочу вам показать консистенцию. Я добавила еще пол чайной ложки. Для меня полторы чайной ложки это слабовато. Сахар перебивал. Поэтому я добавила пол чайной ложки. Получилось 2 чайной ложки соли. Напишу я вам там внизу. Вот такая эмульсия получилась. Пока еще горяченько, еще остынет. За сегодняшний день мои труды. Вот в таком ведре вот так вот бутылки перевернула с томатным соком. Видите, чтобы они перевернутые были. Накрыла тоже пледом. Пусть остывает. 4 литра сока. И вот накрываю тоже пледом. До завтра пусть остывает. Продолжение следует... Продолжение следует...